Международный валютный фонд принял решение увеличить финансирование Украины для проведения масштабных возобновляемых работ после войны. Об этом сообщил и директор распорядительницы МВФ Кристалина Георгиева. Международный валютный фонд предоставил экстренное финансирование в размере 1,4 миллиарда долларов, чтобы помочь удовлетворить неотложные потребности Украины в расходах. На прошлой неделе мы также запустили специальный счет, который дает безопасный способ дальнейшего финансирования Украины. И вместе с международными партнерами мы готовимся к масштабным усилиям по восстановлению, которые потребуются. Отношения Международного валютного фонда с Украиной имеют долгую историю. Украина стала членом МВФ в 1992 году. В 1994-1995 годах сотрудничество шло по программе системного трансформационного займа, по которому Украина получила около 700 миллионов долларов на поддержку платежного баланса страны. Далее сотрудничество становится системным, а займы исчисляются миллиардами долларов. Первый масштабный кредит от МВФ Киев получил во время финансового кризиса 1998 года. Избежание дефолта сыграло важную роль в переизбрании президента Леонида Кучмы на второй срок в 1999 году. Так продолжалось до 2008 года, когда развернулся очередной мировой финансовый кризис. Осенью 2008 года МВФ согласился предоставить Украине рекорды на то время займ в 16,4 миллиарда долларов. Ситуация была настолько сложной, что часть суммы была сразу зачислена в резервы Национального банка. Переговоры с МВФ в кризис на 2008 год пришлись на премьерство Юлии Тимошенко. В целом по этой программе Киев получил три транша. Часть второго и весь третий были направлены непосредственно в государственный бюджет. Практика в целом не свойственная МВФ. При президентстве Виктора Януковича в 2010 году Киев получил лишь четверть из выделенных МВФ средств. Выделение очередных порций займа постоянно откладывалось из-за невыполнения Украины своих обязательств, прежде всего, что касались введения рыночных цен на газ для населения. Наконец, в поисках внешнего финансирования для поддержки бюджета, тогдашнее правительство во главе с Николаем Азаровым обращается за помощью к России. В декабре 2013 года, когда в центре Киева проходили акции против решения властей не подписывать соглашение об ассоциации, в Москве президент Виктор Янукович подписал соглашение о 15-миллиардном займе от России. Трехмиллиардный кредит, оформленный в еврооблигациях, который выкупила Россия, должен был стать первым траншем. В феврале 2014 года президент Янукович бежал из Украины в Россию. В чрезвычайно тяжелой для Украины 2014-2015 годы МВФ снова стал крупнейшим кредитором Украины. В конце апреля 2014 года МВФ соглашается на еще одну программу кредитования на общую сумму 15,1 миллиардов долларов. Из первого же транша более 1 миллиарда долларов снова направлены прямо в бюджет. Всего по этой программе на поддержку бюджета поступило 2 миллиарда долларов из общей суммы полученных траншей на 3 миллиарда долларов. Несмотря на это экономика Украины быстро падает и уже менее чем через год, в марте 2015-го была согласована новая программа расширенного финансирования на рекордную сумму. Также беспрецедентным был и первый транш по этой программе в 5 миллиардов долларов. По этой же программе Украина получила и максимальное количество траншей – 4, однако по ней Украина выбрала около половины выделенных средств. Своевременная помощь оказала положительные действия на экономику и помощь досрочно заменили новой программой «Стендбай». В отличие от расширенного финансирования, предоставляемого странам, которые нуждаются в срочной помощи во время кризиса, «Стендбай» рассчитана на страны, экономика которых стабильна и растет, но нуждается в поддержке в определенных вопросах. И вот теперь пандемия коронавируса, вслед за ней разрушительная война с Россией, и мы снова фактически там, откуда пришли. Украина вместе с нашими международными партнерами общаемся на тему послевоенного отрождения страны. И речь идет о том, чтобы и Международный влетный фонд, и Всемирный банк, чтобы под эгидой этих очень двух таких авторитетных в мире финансовых структур были открыты определенные счета, трастовые, административные счета, на которые будут поступать деньги. Во Всемирном банке дали базовую оценку экономической ситуации в Украине после вторжения России. В ВВП Украины может сократиться на 45,1%. Из-за войны в значительной части страны невозможно вести бизнес, сократился экспорт, прекратилась экономическая деятельность. Для нашей страны очень важно, чтобы были деньги, потому что мы понимаем, что экономика нанесена ущербом сотни миллиардов долларов. Единый канал помощи поможет консолидировать усилия наших партнеров, а также даст возможность оперативно оценивать и распределять средства на актуальные задачи. Каролина Король, Ирина Михайловская, Сергей Тымчинский. Специально для «Марафона Фридом» телеканала Юэй.